Всем привет! Продолжаем реализацию линейного выхода штатной магнитолы. Напомню, что он уже выпоен, об этом можно посмотреть в предыдущем видео. Сегодня займемся расчетом и сборкой сабвуфера. Поэтому оставайтесь на канале Home Engineering и с вами я, Владимир Малеронов. Итак, работать будем с самой простой, на мой взгляд, программой, это Subbox. Выбрана наиболее наглядная программа, потому что вся окончательная доводка выполняется уже на горячую, непосредственно на практике. Поэтому какие-то промежуточные расчеты в любой программе никогда не дадут точного результата. Поэтому хотя бы рассчитать корпус, рассчитать фазоинвертор мы сможем в этой программе. Итак, она достаточно понятна и визуально оформлена. Выбираем короб для 10-дюймового сабвуфера с фазоинвертором, с боковым расположением трубы. Итак, первое, с чего начнем, это с короба. Установим нашу измеренную ширину и высоту, которые позволят компактно разместить короб в багажнике автомобиля. Итак, у меня получилось 470 и высота я допускаю 350 мм. Так, дальше. Рекомендуется для 10-дюймового сабвуфера использовать от 34 до 46 литров. Значит, мы здесь выставим 40, потом можно этот объем будет подкорректировать, как уже покажу непосредственно на настройке сабвуфера. И толщина у нас 16 мм. Дальше идем непосредственно на сабвуфер. Значит, установочный диаметр головы сабвуфера. Дальше глубина у нас составляет 100 мм. Вытесняемый объем, пускай будет стандартный, потому что никаких точных значений я не нашел для этой головы. И порт, то есть фазоинвертор. Самый интересный момент, как же его рассчитать. Трубу мы будем брать обычную канализационную. Значит, внутренний диаметр у нее порядка 106 мм. Толщина стенок 2 мм. Так, что нам нужно знать? Вот, вот это вот значение. Частота настройки. Частота настройки уже непосредственно фазоинвертора. Значит, эта частота выбирается ниже резонансной частоты динамика с коробом. Таким образом, я собираюсь настроить сабвуфер на частоту 60 Гц. Поэтому берем 60 и умножаем на 0,63. Получаем 37,8. Это частота, на которую нужно настроить наш фазоинвертор. И нажимаем рассчитать. Значит, все эти расчеты предварительные. И окончательную настройку будем производить уже непосредственно на собранном сабвуфере. Поэтому уже можно посмотреть. Примерно вот так это все будет выглядеть. Ну и что? Берем чертеж, распечатываем или сохраняем себе размеры и идем распиливать стенки сабвуфера. Очень быстро получилось в этот раз распилить. Всегда бы так. Итак, первое, что сделаем. Произведем черновую сборку. Скрутим все на конфирматой. Скрученный короб выглядит достаточно добротно. Произведем его обработку с помощью болгарки и лепесткового круга. Далее все детали необходимо пропитать клеем ПВА. В два-три слоя с двух сторон. И не забываем про торцы. Можно провести уже основательную сборку боковых стенок и низа, посадив их на герметик и стянув конфирматами. Верхнюю крышку пока оставляем открытой. Трубу мы будем брать обычную канализационную. Не судите строго, но ничего другого под рукой у меня сейчас нет. Поехали про лепестки. Фаза инвертора достаточно глубоко уходит в корпус, соответственно, нужно его поддержать с помощью вот такой вот дощечки с вырезанным пазом. Она закрепится на дне короба сабвуфера и будет поддерживать нашу трубу. Итак, сейчас немножко расскажу, что будем делать дальше. Нам нужно будет произвести настройку фазоинвертора. Что для этого понадобится? Значит, с усилителя, провода, которые идут на голову. Ну, сейчас для имитации я возьму такой маленький динамичек и покажу здесь. Значит, в разрыв одного из проводов мы должны поместить вот такой вот резистор. Значит, он номиналом может быть от 100 до 1 кОм. Ну, лучше немножко побольше взять. Здесь, допустим, я беру на 500 Ом. Это раз. И не забывайте, что ток, который будет проходить через него на голову, достаточно большой. Поэтому в данном случае я взял двухваттный. Ну, для чего это нужно? При нагреве резистора будут изменяться его электронные параметры. То есть, будет увеличиваться электрическое сопротивление. Вот. Поэтому, чтобы это избежать, берем помощнее. Имеется в виду в ваттах. Вот. Подключим, допустим, плюсовой провод напрямую к нашей голове. А минусовой через резистор. То есть, в разрыв минусового провода подключим резистор. Вот. Давайте сымитируем. Будем считать, что он есть. И с помощью тестера в режиме измерения напряжения переменного тока мы будем мерить падение напряжения на... Итак, смотрите, что у нас получилось. Взяли плюс с усилителя и подключили его к плюсу динамика. Плюс же динамика вывели наружу. Дальше. Минус с усилителя вывели наружу. А также минус с динамика вывели наружу. И в разрыв этого минуса подключили наш резистор. Итак, точками съема у нас будет плюс с динамика. А также минус, который приходит на резистор. То есть, вот этот. Не забудьте выставить достаточный уровень громкости на усилителе. Потому что уровень напряжения на динамике остается достаточно небольшой. За счет вот этого резистора. Для питания будем использовать аккумулятор. Вот я его снял, уже подзарядил. Кстати, стоит он рядом с кварцевым нагревателем. Греет он меня в холодные времена. Тоже можно посмотреть видео по этому устройству. Все. Не забывайте, что корпус должен быть герметичен. Поэтому пока верхнюю крышку ложим на поролон. Сейчас сделаю я попросту. По-простому, но эффективно. Взял стретчевую резинку, кусок ламината и полиэтилен вспененный. И все это прижал. Тем самым закрыл отверстие. Вот так вот затянул. И застегнул с обратной стороны. Просто, но надежно. Все. Приступаем к настройке. Есть еще один интересный моментик. На самом усилителе есть ряд настроек. Фильтра так называемые. Так вот, некоторые авторы утверждают, что они не оказывают никакого влияния при способе настройки с использованием резистора. Ну, не знаю, не буду я рисковать. Поэтому однозначно выберу фильтр низких частот. Значит, настраиваться я планирую максимум до 100 Гц. Соответственно, выставлю ровно на половину. То есть, от 30 до 100 где-то получится. Так, уровень громкости выставим на серединку. Ну и все, собственно. Достаточно примитивно здесь усилители. Больше настроек нет. Вот, кстати, авторы или знающие люди, подскажите по поводу усилителя. Стоит ли прибегать к настройкам с помощью фильтров на моменте именно поиска резонансной частоты короба и фазоинвертора. Или это лишнее. Берем. Выставляем наш вольтметр в режим изменения переменного тока. И пользуемся вот такой вот удобной программкой. Итак, напомню. Наша задача просто найти максимум напряжения на динамике. Это и будет резонансной частотой. Начинаем с 20 Гц. Запускаем Play. И начинаем прибавлять по 1 градусу. Растет частота. Растет и падение напряжения. Так, 52. Здесь можем на 10-е перейти. Так, падает. Чуть-чуть вернемся. 51 Гц. Где-то наша резонансная частота. Значит, смотрите. Забыл я одну штукенцию сделать. То есть, сразу вставить фазоинвертор. Почему? Потому что на фазоинверторе есть такое понятие. Вытесняемый объем. То есть, эта труба тоже на себя заберет часть объема воздуха в коробе сабвуфера. Поэтому вставляем ее. И уже запираем отверстие с помощью спененного полиэтилена. И кусочка ламината, как я уже показывал. Итак, смотрите. Частота несколько подскочила. Опять идем к 50. Так, 50. Растет. 51. 52. 53. И затем уже падает. То есть, пару Гц резонансная частота поднялась. Если она у нас там была четко 51 Гц, то сейчас уже 52, больше даже 53 Гц. Значит, чтобы скомпенсировать это, попробуем использовать синтепон как наполнитель. Частоту попробуем понизить, используя наполнитель. Вот за счет этих микрообъемов в синтепоне, увеличивается объем короба сабвуфера. Либо наоборот, при большом количестве уже начинает уменьшаться. Сейчас попробуем добавить туда. И посмотрим, что произойдет с резонансной частотой. Ну что, добавил я синтепон. И пару Гц удалось отыграть. Вот давайте с 45 Гц сразу начнем. Правда, упал общий уровень падения напряжения. Там было 1,2. То сейчас он стал 0,9 В. Но не суть. Нам главное заметить этот момент. То есть, если после добавления фазоинвертора было, напомню, 52, 53 Гц. То сейчас можно увидеть, я уже сказал, 0,8 В. 49,50. Да, вот переходное. 49,50. Да, то есть пару Гц мы отыграли. Все. А с 53 Гц уже начинает падать. То есть, мы опять немножко сместили. Можно еще и больше добавлять синтепона. Но тогда, наоборот, будет объем уже уменьшаться. Теперь нетрудно посчитать. Возьмем калькулятор. И нашу полученную частоту в 51 Гц должны умножить на 0,63. 32 Гц частота настройки нашего фазоинвертора. Значит, на этой частоте на тестере должны быть минимальные показания падения напряжения. Если когда мы искали резонансную частоту динамика, они были максимальные. То сейчас они должны быть минимальные. Давайте установим фазоинвертор и посмотрим. Итак, поставили мы фазоинвертор. Все 35 сантиметров, которые нам рекомендовала программа. Ну и давайте посмотрим. Значит, идем вниз. И смотрим, когда начнет расти напряжение. То есть, порядка 25 Гц. Сейчас у нас получился порог. Но это очень низко. Мы рассчитываем даже 21 Гц. Но это очень низко. Нам нужно поднимать это значение. Где-то в район 32 Гц. Будем укорачивать длину фазоинвертора. Значит, уперся я в максимально разрешающую способность. мультиметра. И воспользовался старым добрым карманным осциллографом. Уже который раз он меня выручает. Ссылочка будет в описании. Очень удобно. Как раз в таком случае, когда нужно работать со значениями в несколько вольт, а то и миливольт. Значит, выставил я максимальный пик на частоте 24 Гц. Он составляет 2,08 В. 2,08 В. И будем потихонечку добавлять. Искать минимум напряжения. Значит, вам нужно следить за вторым снизу показанием. Да, оно скачет немножко из-за того, что переменный ток. Поэтому ориентируемся на нижнюю границу. То, что нижнее оно начинает показывать. Начинаем добавлять частоту. 1,88 показывало. 1,80 1,72 1,60 1,52 1,48 1,48 1,44 было. Ну, на частоте 34 Гц у нас минимум напряжения. 1,44 я там видел. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.